Друзья, всем привет! Продолжаю рассказ о строительстве утепленной шведской плиты своими руками и я подошел к этапу укладки труб холодной и горячей воды. В моем случае эти трубы будут укладываться в верхнем слое пенополистирола. Для чего и почему я расскажу тогда, когда буду укладывать. Но вот для того, чтобы их туда смонтировать, прям внутрь пенополистирола, нужно изготовить специальное приспособление штраборез для пенопласта. Приспособление это нехитрое. Тем более у меня уже есть источник питания для нехромового резака, об изготовлении которого я рассказывал в одном из предыдущих видео данной серии. Если вкратце, то от ноутбука, которого давно нет, валялась зарядка. Ее я взял в качестве блока питания для нехромового резака. Зарядка эта выдает напряжение 19 вольт и силу тока 3 ампера. Там три провода. Между двумя из них 19 вольт. Обжал крокодилами эти два провода, чтобы можно было легко подключать к любому пенопласта-резательному прибору. Проверил в работе. Небольшая по длине нехромовая проволока, сантиметров 25-30, раскаляется до красна. Для изготовления самого штробореза взял валявшийся без дела отрезок ОСБ и прикрутил к нему петлю из нихромовой проволоки с помощью саморезов. Между проволокой и древесиной подложил шайбы, чтобы не обгорало. А обгора этот проволоки очень так не слабо. Концы проволоки прикрутил к дополнительным саморезам, к которым буду подключать свой источник питания. Делал несколько проб. Что-то менял в конструкции, пока не получил нормальный результат. Саму петлю нужно сделать узкой под укладку водопроводной трубы в гофре и достаточно вытянутой, чтобы можно было вести приспособление по экструзионному пенополистиролу под углом, а глубина штробы получалась достаточной. Слишком длинную проволоку здесь не поставить, так как раскаляться она должна прилично. Сама проволока очень тонкая, легко гнется, а вести ее нужно будет в плотной экструзии. И если она не будет очень быстро резать пенопласт, то будет загибаться. В данном случае было бы удобнее использовать более толстую некромовую проволоку и более мощный источник питания для ее хорошего накала. Но в общем все работает. И штробы нарезать можно. В следующем видео, когда буду укладывать водопроводные трубы внутрь пенополистирола, покажу этот станок в реальной работе. А на сегодня все. Всем пока.